всем привет всем здравствуйте сегодня у нас очень интересная тема я по ней соскучилась это жестовская роспись будем делать на фоне коллекции sensation и как раз видите в цвет сегодня оделась сегодня розовая и для жестовской росписи у меня как раз есть новые кисточки для жестовской росписи и есть новые трафареты я заранее побеспокоилась видите и запаслась трафаретами очень любят эти трафареты я прошлым летом израсходовала почти все трафареты жестовскую роспись я в основном осуществляю по трафаретам потому что получаются более сложные цветы и мне для этого не нужно тратить много времени потому что жестовская роспись она сама по себе такая долго воспроизводимая но за счет трафаретов можно себе очень сильно сэкономить время вот поэтому я упорно работаю именно на трафаретах потому что цветы более такие сложно сочиненные получаются есть такие варианты цветов как пионы что еще в тяжа нютины глазки я забыла какой цветок называется гортензии да вот гортензии те же пробуйте их воспроизвести от руки можно нужно поехать системно это тренировать вот такие сложные вещи мы как правило на клиентам предлагаем редко вот и это в основном весенне-летний период поэтому трафареты палочка вручалочка так как я буду работать сейчас трафаретами которые на прозрачной основе вот я сейчас не выбрала буду либо хризантемы и маки использовать они на прозрачной основе и вот пятьдесят восьмые нарциссы и орхидеи это тоже прозрачная основа но я в наверно нарциссы возьму вот а есть например вот такие трафареты но здесь трафарет трафареты фрукты и листья для жесткого это не очень подходит это для лепки больше каких-то других вариантов и например анютиные глазки и горотензии с маками да тоже на белой основе и здесь не важен какой цвет вот но так как я хочу работать сейчас трафаретом номер пятьдесят восемь то здесь важно взять либо белый фон либо взять какой-то светлый оттенок вот поэтому мы возьмем из этой коллекции sensation сейчас кстати напомню какие здесь оттенки у нас как раз у есть парочка светлых на которых будет видны контуры трафарета хорошо как раз можно вот этот цвет и вот этот взять на таком тоне трафарет будет хорошо читаться так то нас триста восемьдесят шесть и это триста восемьдесят девять ой триста восемьдесят пять мы сейчас как раз этими вариантами и поработаем у нас все наборчики видите можно использовать так как подставочку вот это очень удобно предлагаю сделать просто фон в два цвета без какого-то прям идеального градиента можно просто мазочками чтобы не однотонный был джемте блестящие будут у меня как раз задача на март стоит что я когда прилечу в марте я как раз сделаю коллекцию блестящих джемте там у меня как раз блесточки есть уже подходящие ну как всегда дорогущие блестки на основе которых я буду делать колеровки для джемте вот джемте у нас будет обязательно да я сама люблю стеклянные цветы очень по ним соскучилась так триста восемьдесят шесть и триста восемьдесят пять сегодня у нас такой вот будет очень нежный вариант хотя еще зима сегодня захотелось что-то вот в таком цвете сушим сейчас могу показать пока другие еще оттенки 383 смотрите какой красивый прям такой цвет помады самая популярная помада она как правило такого оттенка идет потом есть очень красивый такой цвет розового baby doll в этой коллекции смотрите прям вот и не светлые не яркие не темный такой очень красивый инфантильные розовые называем если вам хочется какой-то легкости детскости такой немножко инфантильности чтобы мужчинам хотелось вам помогать стульчик отодвигать дверцу открывать за вами ухаживать то для вас номер 384 цвет если вы хотите привлечь внимание то для вас номер 381 прям такая яркая маджента очень кстати напоминает цвет года вы знаете цвет года этот цвет года маджентом будет у нас кстати отдельно цвет будет выходить как цвет года он будет чуть-чуть поярче и не такой пастельный вот это тоже довольно таки яркий это как раз для девочек для женщин кто хочет привлечь к себе внимание кто не боится внимания этот цвет в принципе он сложный мы его тоже отнесли категории розовых добавили сюда в коллекцию прям вот хотелось такой пыльный цвет вообще все пыльные цвета это как как правило говорит о том что девочка умненькая сложненькая интеллектуалка поэтому если хотите чтобы вас воспринимали умненькой сложной девочкой вот для вас номер 382 вот ну а номер 386 давайте кстати мы их объединим эти два цвета это знаете когда вы хотите быть мягкой такой кошечкой домашней такой заботливой заботушкой вот эти два цвета для вас один цвет я называю цвет давайте посмотрим цвет тонального крема цвет пудры а этот цвет это тоже в принципе тональный крем только в розовинку может быть где-то чуть-чуть румян вот эти два цвета это если мы хотим быть очень мягкими домашними кошечками которые производят впечатление на мужчин очень таких спокойных мягких уравновешенных заботушек в общем если вы хотите быть за бодушкой для вас нюдовые цвета так брендовая когда будет брендовый бокс он будет уже летом потому что у нас же сейчас бокс стартует я вам сейчас напомню пока мы с вами жесткого не начали рисовать на же 20 февраля уже на сайте появится новый бокс которые называются аффирмации где мы с вами будем делать все что для визуализации ваших целей и желаний вот очень классный бокс я уже в новинках проводила обзор этого бокса обязательно пересмотрите если останется сейчас место в принципе время в конце давайте я еще раз сделаю распаковку бокса у меня просто он не полноценный бокс у меня тут декорации нет в нем ну можно еще раз будет вам в конце показать поэтому кто хочет посмотреть какой бокс будет уже 20 февраля дождитесь конца эфира так ну а мы с вами сегодня делаем жестовскую роспись трафарет номер 58 возьмем сегодня у нас трафаретик нарциссов не очень захотелось так водичку берем сейчас секундочку водичку розовый сейчас скажу розовый это у нас новый набор красок который вот как раз мы сейчас презентуем везде продаем он называется sensation это набор красочек розовых pink colors такой весь розовый все цвета здесь мы подобрали это то что нам сейчас будет нужно для базового ассортимента потому что мы из 23 года весь 22 год формируем новый базовый ассортимент для ими вот поэтому у нас сейчас формируется новый базовый ассортимент поэтому большая часть цветов сейчас выпускается в коллекциях это то что будет оставаться в базовом ассортименте будет продаваться всегда поэтому здесь вот розовые цвета они прям выверены это прям такая база костяк которых нам во первых не хватает вот и мы это будем оставлять именно в коллекции базовой так это sensation у нас эти сейчас наборчики которые именно в россии продаются они идут как подставка как очень удобно работать и так тут еще хотя мне в праге тоже нравится очень коробки в праге просто немножко другая комплектация самой коробочки на тоже красиво так где мой слайдер его уже размочила и потеряла смотрите я не буду сейчас наносить какую-то основу липку чтобы приклеить слайдер почему во первых он на прозрачной основе это раз и во вторых если у меня есть по другой штампе кто можно опойтись в данном случае без ступ слайдера потому что он тонкий так ну давайте наверно тут вверху сделаем его чуть правее ну в принципе приклеилась складочки которые образуются так видите дисперсии нет они сейчас растворятся всем на складочки ультрабунт я уже вам жаловалась что я короче не заказала себе ультрабунт и теперь мучаюсь что у меня там знаете вам остатки роскоши остались на дне это очень тяжело потому что во первых страшно что если я себе сделаю наращивание или там вот этот у меня единственный клиент что отслойки пойдут из-за такого ультрабунта таким ультрабундом уже по идее максимум слайдеры только обрабатывать таким ультрабундом уже обрабатывать ногти натуральные перед наращиванием коррекции нельзя так наверно делим на кисть брать уже он уже такой вот кисельный и уже плохо даже слайды растворяет ну так не деваться некуда поэтому я вот уже видите отдельную кисточку взяла очень удобно ультрабундом нашим эмишным обрабатывать поверхность любых слайдерах ведь во первых складки выравниваются если есть пузыри уходят плюс мы избавляемся от пленки лаковой которая используется при производстве слайдеров так тут лишь какая-то штучка прилипла что это у меня тут так все смотрите перед тем как делать жестового я делаю сюда подмалевок подмалевок делаю витражными красками обязательно если нет витражных красок можно взять неоновые гель-лаки либо гель-лаки в тех которых составе либо краски взять где в составе нет белил сейчас мы выровняем поверхность чтобы она была гладенькая сейчас наносим с вами любой топ ну я люблю the class наносить чтобы поверхность была гладенькая и сейчас мы сделаем легкий подмалевок сейчас чтобы время много не терять рекомендую много сильно не подкрашивать ничего поэтому номинально чуть-чуть подкрасим чуть желтенького добавим да потому что это у нас с вами нарциссик желтенький что красненький то я беру витражные краски слушайте не смотрите на мои банки потому что я и здесь конечно убила их во первых пока довезла сюда они мне в самолете все потекли я их все пыталась вытирать но блин ничего не помогло внимание не обращайте они мне конечно очень страшненько выглядят мне уже просто не охота вести новые краски потом и вообще не писать как я отсюда буду лететь каким количеством чемоданов потому что мне здесь продукт за эти месяцы столько привезла так и зелененький прям подкрасим чуть-чуть потому что основная работа все равно будет идти м постой краской без липкости лучше всего конечно акварель выполняется на каком фоне на белом до таких вот светлых пастельных цветах тоже хорошо будет видно просто подкрашиваете где-то можно вы даже пустить еще дополнительную зелень разбавлять красочки любые что гири лаковые что просто краски те же витражные берите ты классы просто к ты классом себе чуть-чуть помогать если где-то нужно чуть-чуть под разбавить работаете здесь ты классом как водичкой зелень им добавили нарциссика что идет красненькая внутри желтенькие листики так сейчас просто чисто желтым пройдем все цветы я выбрала сейчас хоть и очень легкий вариант трафарета потому что в принципе нарциссы их очень быстро рисовать потому что нет сложных слоев большого количества лепестков здесь всего лишь один ряд лепестков и серединка подсушили можно вот этот коричневый витражный взять можно черный вообще гель-лак просто взять разбавить есть очень важно много времени не потерять на подмалюшки сушил красненький делаем лепестки они могут быть белые желто-белые но здесь они у нас будут такие светло-светло-желтые вот поэтому подмалевок я делаю специально желтым все сушил и теперь самый главный всегда этап кстати есть очень хороший курс я просто планшетку не нашла блин и думала с собой привезла жестовская роспись дольче габбана прям всем рекомендую мы его снимали со мной с наташей гановой и там вот от сложных цветов вот таких до каких-то простых просто 1 лепестковых там 3 лепестковых техника вот именно москова жестовская роспись сдается где-то перемешанная с китайской росписью да с ван строк плоскостной кисточкой прям рекомендую этот курс заходите в таплинг и находите жестовская роспись дольче габбана и что там очень важное что многие упускают этот слайдер он как основа маслянистая по которой будет хорошо скользить кисточки поэтому мы сейчас смотрите перекрываем тонким слоем возможно мы еще разочек прибегнем топ слайдеру ничего страшного здесь просто в этом случае можно топ-слайдер наносить не кисточка из флакона а наносить его отдельной кисточкой и смотрите время раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь-девять-десять ну примерно 10 секунд подсушили сейчас очень сильная диспрессионная пленка в нашей поверхности и по ней будет тогда получается те мазки которые нам нужны теперь для мазков мы с вами теперь переходим уже на краски без липкости это густая пастозная краска которая называется время импаста единственного не смотрите упаковка старая сейчас если вы будете покупать она уже черная она уже идет черная самое главное ключевое слово это импаста краска гелевая без остаточной липкости тогда не ошибетесь состав красок за столько лет он практически не изменился вот эта густая красочка если где-то прям сильно густая тоже как разбавитель этой краски идет теклас вот имейте ввиду прям запишите себе что если хочется чуть разбавить им пасту то вот можно брать теклас нам понадобится здесь желтый цвет красненький наверное возьмем и зелененький наверно все ну белый черный наверное нам не понадобится так берем эти красочки выкладываем по чуть-чуть на палитру white raffinette ведь уже остатки роскоши он кстати отдельно продается белый и черный это два цвета которые продаются отдельно крэмбери ред все остальные цвета они продаются в наборе yellow corn forest green и forest green так кисточки кисточки у нас это вот такой набор набор для жестовской росписи что это значит по факту это просто плоско плоские кисти овальная овального края видите овальники по факту у меня новенькие когда новенькие можно смочить перед этим перед работой каким-нибудь топом можно еще смыть в горячей воде клей потому что очень часто еще клей идет производственные самая наверное будет ходовая кисть сама маленькая потом по популярности идет вот этот размер на получается вроде как похоже по размеру но она длиннее это вот 20 и и вот это самая жирненькая кисточка но она уже для таких крупных цветов может быть не для мелкой жестовской росписи для чего-то так вот здесь видно что клей производственный клей можно в принципе ремувером еще убрать сейчас мое время уверен помоем вот а потом уже будем смачивать вот можно также горячей воде промыть клей все и то же самое все тоже кисточка готова для работы и пошли беленький такой тут места живого нет так белый к нему добавим чуть-чуть желтенького чтобы получился у нас такой светло-желтый красненький ну там буквально капелюсечка нам красненького понадобится и зеленый тоже зеленый буду смешивать с белым я всегда все цвета импасты чуть-чуть мешаю с белым если мне надо делать какую-то мазковую роспись чтобы это были пастельные цвета только пастельные цвета хорошо читаются как мазок вот все остальные они не будут прочитываться как мазок поэтому я из всего делаю пастель послойно начинаете делать все мазочки можно начать с лепестков потом перейти к листикам мы будем все равно возвращаться к витражным краскам периодически для того чтобы сделать для того чтобы приглушить предыдущий цвет так вот и самое главное правило правило не набирать много краски краски много мазок он получается но нет воздушности поэтому я периодически убираю излишки и каждый следующий мазок это чистая кисточка и свежая краска ведь и почему нет смысла тратить много времени на подмалевок потому что краска эмпасты она перекрывает подмалевок но подмалевок все равно нужен потому что она выглядит тогда сложнее и интереснее буквально две секунды в лампе и можно продолжать дальше сами серединки мы даже трогать не будем мы просто потом чуть-чуть красной эмпастой подрисуем и все сушим это первый слой первый слой лепестков потом обычно я беру чисто белую пасту и в конце прохожусь местами делаю еще раз лепестки у меня это самая любимая техника но она самая и сложная китайская роспись она чуть-чуть полегче все таки подсушили так сейчас я работаю вот этой кисточкой кэзэ о единичка кэзэ о единичка я сейчас работаю именно этой кисточкой так теперь смотрите я беру снова витражек а давайте сделаем вот этой кисточкой подлиннее листики удобно делать это два нуля кэзэ о 0 дробь 0 так а так так здесь у нас еще листик можно добавить без трафарета все сушим тоже буквально пара секунд и возвращаемся опять к витражу ну это мы возьмем желтенький можно в принципе брать не желтенький желто-оранжевый вот этот коричневатый цвет и пройти еще раз продублировать тень и просто в чистом виде желтый цвет опять же можно этого не делать можно было бы сейчас только серединку сделать и в принципе дизайн готов вот но мне нравится когда вот мы прям несколько слоев проходим делаем мазочки по-другому смотрится можно еще разочек также листики пройтись продублировать и теперь можно просушить нормально там одну минуту например сушим одну минуту и как я и говорила перекрываем еще раз топ слайдером опять же не обязательно но я люблю чтобы было очень чисто идеально с мазками поэтому я так заморачиваюсь кто-то не заморачивается он сразу берет по витражным по витражной поверхности и делает следующий слой мазков окончательно я буду заморачиваться я все равно возьму топ слайдер пусть чтобы толсто не было нанесу просто отдельной кисточкой но я вот все равно заморачиваюсь и сделаю обязательно второй слой мазков именно по топ слайдеру также раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять ну тоже 10 там 12 секунд подсушили чтобы была такая жирненькая дисперсия витражами я делала девочки подмалевок кто пропустил вот витражи это гель-лаки но только они в банках идут они у нас раньше были бутылька гель-лака потом перри выпустили в банках так и снова что делаем берем либо этот же цвет пастельный желтый либо можно взять просто в чистом виде белый можно ни туда ни сюда вот так сделать все и теперь очень важно пройти уже прям вот чистенько не спеша аккуратненько так сейчас видите я на правую часть стараюсь набрать сейчас краску не пройтись например выделить только какую-то одну часть можно вот так просто по центру поставить мазочек и не все но местами опять же очень важный момент нельзя набирать много краски на кисточку видите как мало и и перед началом следующего мозга я всегда убираю излишки краски сейчас неудобно чуть-чуть краски должно быть тогда мазочек полупрозрачный тогда мазочек он такой мягенький вот и и и и и Так, буквально 2 секунды. Он схватывается очень быстро. Так, буквально. Не стоило того, чтобы целый слой следующий наносить на топ-слайдер. Для меня имеют очень большое значение вот эти мелкие мазочки, вот эти блики финальные. А они классно получаются только при условии, что есть дисперсия, понимаете, жирно. Если дисперсия уже подсохла и вы чувствуете, что не скользит, просто не поленитесь и еще раз проедитесь топ-слайдером. Если проходить отдельной кистью, лишнее это не будет. Так же по листикам можно пройтись. Так же по листикам можно пройтись. Все высушили и перекрываете. Ну, лучше всего перекрывать, конечно, глянцевым топом. Сейчас хорошо сушим. Как раз у нас осталось с вами время. Я вам сейчас расскажу про новый бокс-аффирмации. Сейчас мы закончим как раз. Хотя я уже себе все варианты наклеила, красиво сделала. Потому что старт уже 20-го числа. Так, и очень хочется это... А, слушайте, мы же не сделали серединки. Господи. Что я не сделала? Серединки мы же с вами не сделали. Как раз можно взять чистую импасту. Красненькую. Даша, потерпи 20 минут. У меня дети все еще дома. Сейчас сказали, каникулы еще продлили. Я что-то уже устала с детьми дома. Работать прям что-то как-то тяжеловато. Так, вот сделали вот так красненьким. Скоро не кончишь? Даша, я же сказала, 20 минут. Дорогая, сними просто наушнички, и ты меня слышать будешь. Все, подсушили. Слушайте, ну хочется какой-нибудь шармикончику не наклеить. Сейчас я что-нибудь приклею. Аж не могу не приклеить. Поэтому сейчас все равно возьму Теклас. Так, что приклеить? У нас вообще есть классные шармиконы, такие цветы. Вот они мне так нравятся. Я их везде все время добавляю. Сейчас, где-то они у меня... А, можно же вот это добавить. Точно. Вот что надо добавить. Это вот классно будет. Поэтому берем Теклас. Вот камера, тем более в Инстаграм, она, конечно, не передает глубину. Получается такой, знаете, легкий эффект все равно аквариума. За счет того, что мы мазки перекладывали слоем топ-слайдера. И получается все равно очень красивый эффект. Вот видите, если присмотреться, есть такой небольшой объем. Так, сушим две минуты, хорошо. И мы сейчас просто мух наклеим для красоты. Будет хорошечно. Так, пока у нас хорошо высыхает типс. Давайте мы сейчас приберемся. Я вам расскажу про бокс-афирмации. Я уже говорила много раз и делала презентацию уже небольшую. У меня не полностью еще сформированный бокс здесь, потому что я улетала еще в начале января. Поэтому что у меня есть в наличии? У меня есть сам бокс. У меня есть типсы, выкраска. Вот. Поэтому я сейчас показываю то, что у меня есть. Значит, идея, в отличие от предыдущих боксов, да, там, где была тема, это высокие дома моды, да. Мы поработали с модным домом Шанель, поэтому бокс назывался Габриэль. И мы поработали с боксом, который посвящен Дольче Габбана, и называется он Дольче, да. Вот они, это два бокса. Сейчас я напомню. Бокс Габриэль. И вот бокс Дольче. У меня любовь сейчас, конечно, Дольче. Это вот следующий цвет, который я планирую. Я снова хочу делать, кстати, розовые ногти. Ничего не могу с собой сделать. Вот. И мне для аккаунта будет красиво, если я себе зафигачу вот эти ядерные розовые ногти и декорации из Дольче. Вот. А третий бокс, он не посвящен модному дому. Я очень давно хотела осуществить свою мечту. Это тема исполнения желаний дополнительные инструменты. И вот очень давно была такая мысль, что дополнительный инструмент может быть также поверхность ногтей. Что это значит? Мы на поверхности ногтей делаем всевозможные аффирмации, прописываем прям желание, делаем визуализацию дополнительную при помощи слайдеров. Я сейчас не буду показывать, как выглядят эти слайдеры, потому что это другие. Тут я просто, чтобы вы понимали, тут будет четыре слайдера в наборе. Четыре цвета гель-лака. Цвета, кстати, прикольные. Цвета я прям подбирала, которые будут актуальны именно вот сейчас. Вот этот зеленый, он считается одним самым модным. Потом у нас вот не хватало такого кораллового. Вот он очень красивый, такой цвет коралла. Он, кстати, отличается, чтобы вы понимали, от бокса розовой коллекции. В боксе он более такой вот прям розовый, а этот более теплый. Ну вот видите, разница. Этот холодный, этот теплый розовый. Потом здесь такой красивый, очень голубой. Ну потому что мне нужен был градиент, такой голубо-зеленый, чтобы на этих градиентах еще красиво декорации смотрелись, которые там задуманы с путешествиями. Вот такой вот голубенький. И добавили коричневый, потому что мне последний, наверное, ноябрь-декабрь писали, что нужен коричневый какой-нибудь темный. Я наколировала коричневый, думаю, как раз добавлю его в бокс. Вот здесь очень классный шоколадный, прям очень такой глубокий шоколадный коричневый. И на нем тоже очень хорошо смотрятся декорации, которые идут в боксе. Вот также здесь идет пластина. Почему решили делать именно в пластину? Да, потому что я понимала, что желания, если мы сделаем в слайдерах, они очень быстро закончатся. Вот, а так у вас будет пластина, и вы всю оставшуюся жизнь можете пользоваться этой пластиной. И здесь вот есть. Сегодня мой день, мне улыбается удача. Мое тело сильное и здоровое. Просто аффирмации, мечта, любовь. Я изобильна, благодарю, там, желание. Я получаю 500 тысяч рублей в месяц. Я счастливый владелец успешного бизнеса. Я придягиваю деньги легко. Так, и так далее. Смотрите, как это выглядит уже на типсиках. Смотрите. У меня все типсы не поместились на одну планшетку. Вот. Я буду, скорее всего, как это показывать? На градиентах. Не знаю, это самый такой оптимальный вариант. Не делать сложный фон, либо делать просто однотон. Типа вот такого, да? Просто однотон. И нужные вам словосочетания и картинка. Вот. Либо очень удобно делать градиент. Градиенты, они вот такие вот сейчас для весны и лета. Можно делать кораллово-голубо-зелененький, розово-голубенький. Сейчас вот вторая маншеточка. Зелененько-голубенький. Ну, такой вот прям для весны. А кому нужен такой более базовый вариант на каждый день. Здесь вариант вот можно брать, когда просто голубой, да? Он достаточно светлый. И тогда на ногтях будет нейтрально смотреться. Вот. Либо вот коричневый. Мне очень нравится просто однотонно-коричневый бы тоже использовать. Без ничего. На темном маникюре. Светлый стемпинг. Большая часть декораций. Очень много ЧБ. Черно-белых. Специально делали, чтобы... Ну, легче было все это сочетать. И... Чтоб ничего лишнего не было. Вот. Поэтому большая часть декораций, они либо в спокойных тонах, либо вот вообще ЧБ. Вот. И здесь классно. Вы выбираете какую-то конкретную тему, желание. И, например, можно сделать однотонный маникюр везде и только на двух пальчиках, например, на больших, сделать дизайн через визуализацию какой-то цели или желания. Вот. И чтобы, например, эти были однотонные ногти, а здесь было желание. Кто-то, например, захочет, как я. Конечно, я сделаю все нужные мне желания вот так на каждом ногте. У меня будет все разное. Вот. Старт этого бокса будет 20 февраля. В принципе, это уже следующая неделя. Вот. Но у меня нет, видите, декорации. Поэтому я договорилась сейчас с девочками, с технологами. Они мне наделают серию мастер-классов. И я буду через трансляцию здесь в Инстаграм показывать и все это комментировать. но идея в том, чтобы клиент, смотрите, это купит только если вы будете с этим ходить. И мне кажется, большая часть тот, кто купит бокс-аффирмации, он купит это вообще просто для себя. Вот. Понятно, что декорации рано или поздно закончатся в этом боксе. Вот. Но здесь есть вот эта вот плюшка, то, что здесь есть пластина. Вот. То, что здесь есть пластина. И это кайф. Вот. Потому что слова, они имеют очень большую силу. И у женщин есть такая особенность. Мы постоянно гладим свои ноготочки, да, постоянно на них смотрим. И если вы это еще постоянно будете прочитывать про себя, вслух это будете прочитывать, то это будет дополнительный инструмент к исполнению ваших мечт и ваших желаний. Напишите, кстати, плюсики, кто вообще ведет блокноты желаний, кто там, например, раз в полгода переписывает свои желания, кто, например, любит марафоны в конце года проходить, чтобы на следующий год прописать все цели и задачи там на следующий год. Вот смотрите, кто вот это любит, все. Вот для вас это прям палочка-выручалочка, это дополнительный инструмент. Это дополнительный инструмент. Я сама это давно очень хотела сделать просто для себя, понимаете? А то, что я делаю для себя, обязательно найдутся такие же люди, которых это тоже вдохновит, и вы тоже это захочете. Предзаказ можно уже сделать. Многие дистрибьюторы, они работают с предзаказами. По идее, если сегодня 14 февраля, кстати, с праздником, я думаю, что уже в некоторые регионы бокс начали отгружать. Это же, я вам говорю, 20 февраля, это уже на сайте, это на emyshop.ru. А у дистрибьюторов, возможно, и раньше будет. Просто оставляйте либо предзаказ, либо уже ждите на emyshop.ru. Что касается Европы, смотрите, я уже объясняла много раз, что в Европе всегда боксы идут с задержкой, потому что мы декорации большую часть сделаем в России, а сейчас из России практически ничего доставить нельзя в Европу. И как бы все у нас в Праге хорошо, потому что мы там все это производим отдельно от России. Но вот декорации конкретно, вот видите, приходится ждать дольше, чем обычно. Цена точно такая же, 3 990. Цена точно такая же. Здесь просто за счет чего, смотрите, обычно у нас 8-10 декораций, например, в Дольче у нас получилось сделать аж 8 декораций, то здесь всего лишь 4 декорации, но есть пластина. Поэтому цена осталась такая же, мы уложились в эту цену, чтобы пройти по себестоимости. Просто декорации сделали меньше, и благодаря этому позволили себе положить туда целую пластину. Весна-Лето выходит ориентировочно 1 марта. В Европе Весна-Лето уже продается. В Европе Весна-Лето уже продается. Вот, ну на этом... Ах, что на этом-то? Приклеить-то шермикончик же надо, мы их не доклеили, а я сижу тут. Так. Девочки, мы же итоговый штрих не сделали, я же хотела всяких вот таких моих любименьких штучек добавить. Очень моя любимая муха и пчелка. Я очень люблю этот шермикон. Его когда-то делали для дизайна в Гуччи. Так, здесь будет одна. Я ж на одной не могу остановиться, да? Я сейчас еще присобачиваю еще одну. Вот такую пчелу смешную. Сайт в Праге amyschool.com Так, ну я не буду цветочки закрывать, мы вот так сейчас просто обрежем. Все. И теперь уже перекрываем еще слоем финиша. Сейчас расскажу, кстати, номер этих шермиконов. Они есть в ассортименте, они есть на сайте. Все, сушим. Вот, а если бы у меня был джентиклер, который тоже уже есть в наличии, имейте в виду, джентиклер на сайте есть, то я бы еще прошлась бы джентиклер и сделала объемных мук и лепестки бы сделала. Смотрите, сколько у меня тут добра есть. Как раз, смотрите, сразу нашла. Мне последний раз передали. Смотрите, у меня есть почти все. Все, все, все есть. А то я прям страдала последний месяц, потому что я забыла декорации в России, когда летала последний раз. Так, это записывайте или фотографируйте экран номер 110, насекомые. Даже есть на Балбересе, вот кто-то написал. Насекомые номер 110. Так, смотрим, что у нас получилось. Вот прям сюда бы еще объемчик. Может быть, не насекомым, а объемчик, знаете, на один вот этот вот цветочек. Было бы тоже классно. Все, всем большое спасибо. Пока-пока.